Когда мы говорим о содержании работы дизайнера, мы говорим о том, что дизайн-проект это художественное оформление. По сути, это художественное произведение, которое не попадает под действие ГОСТа. Почему мы не должны попадать под действие ГОСТа, об этом чуть попозже. А пока посмотрите на слайд, как в моем бланке договора описан дизайн-проект. Это комплект документов, содержащих информацию о концептуальных колористических особенностях художественного оформления будущего интерьера, рекомендуемых предметов мебели, интерьера и освещения, сантехники и отделочных материалов, состав которых определяется настоящим договором, приложением номер один и приложением номер два. Одна из причин для того, чтобы не ссылаться на ГОСТ, а ссылаться на содержание договора и приложения, для того, чтобы не делать лишнюю ненужную работу. Здесь нужно сразу четко дать понять, что дизайнер – это не инженер. Он не обязан делать инженерные проекты и детально расчерчивать электрику, сантехнику, вентиляцию и так далее. Мы это отдельно прописываем в договоре, чтобы не было к нам претензий со стороны заказчика. Это же нужно проговорить в ходе заключения договора. У нас написано буквально следующее. Создание дизайн-проекта не включает в себя, далее идет перечисление, о том, что мы не делаем инженерные чертежи, не разрабатываем проекты. Более того, мы не занимаемся согласованием дизайн-проекта с управляющей компанией или иными органами, ответственными за согласование перепланировки жилого помещения. Такое согласование производится заказчиком самостоятельно или путем привлечения третьих лиц. Но понятно, что это большие деньги, затраты времени, и дизайнер не обязан этим заниматься. Когда мы говорим о составе дизайн-проекта, далее в договоре мы тоже отдельно прописываем, что в дизайн-проект не входит проект исполнительных инженерных схем, то есть дизайнер никогда не делает никакие исполнительные схемы. В случае, если они требуются, заказчик обращается к специализированным органам, к специализированным бюро, которые занимаются разработкой инженерных проектов и технической документацией. Чаще всего они должны иметь допуски. Допустим, когда речь идет о перепланировке, архитектурное бюро должно иметь доступ к СРО для того, чтобы разработать архитектурный проект предстоящих перепланировок. Следующий важный момент – это права на дизайн-проект. У нас есть Гражданский кодекс и есть статья 1296, где описывается, кому могут принадлежать права. В пункте номер 1 этой статьи написано, что по умолчанию права получает заказчик. В то же время в пункте 3 есть возможность оставить права за нами. Поэтому мы обязаны сослаться на пункт номер 3 и в договоре отдельно прописать о том, что авторские права на разработанный дизайн-проект сохраняются за нами. У заказчика есть возможность воспользоваться этим дизайн-проектом в ходе его реализации, но все, что касается тиражирования, копирования, распространения информации об этом дизайн-проекте, эти права мы сохраняем за собой, для того, чтобы не было воровства наших идей. И другой очень важный момент. Мы сразу заявляем о том, что мы имеем право без согласования с заказчиком размещать в средствах массовой информации фотографии и другие изображения своего дизайн-проекта, поскольку авторские права на него принадлежат нам, то есть дизайнеру, который его разработал. Еще один важный момент. До перехода права собственности заказчик не вправе использовать разработанный исполнителям дизайн-проекта, в том числе для его реализации. Если клиент нам не заплатил, если мы с ним разошлись, а до этого отправляли ему по электронной почте все наши идеи, задумки, все материалы дизайн-проекта, но он нам за это не заплатил, значит, он не имеет права его реализовывать у себя дома. И право собственности на этот дизайн-проект, на его реализацию, переходит к заказчику только после того, как он оплатил нам деньги, с нами полностью рассчитался, и мы подписали акт приема и передачи выполненных услуг. Субтитры создавал DimaTorzok